Я рад вас видеть на канале с микрофоном по жизни, зовут меня Александр Спирит, и мы сегодня тестируем Сантроникс STC 20. Я так думаю, что STC это как бы студио-конденсер, но вот эти загадки с названиями мы еще встретим у компании Сантроникс. Смотрите, этот микрофон удостоился чести быть представленным здесь, на нашей истории, на их страничке. Не зря мы начинаем сегодня именно с обзора модельного ряда, знакомства с этой компанией, в частности с этим модельным рядом STC. Там на самом деле целая прияда микрофонов, бандл, если хотите. Так вот, компания Сантроникс впервые для меня на горизонте возникла в 2019 году, когда мне подписчик написал, смотри, Александр, ведь есть, и кстати был, и есть такой сайт, как Audio Test Kitchen, мы все кинулись его изучать, и когда они выложили вот эти вот сырые слепки тех самых микрофонов от Townsend Lab, ну сейчас это UAD, да, сфер DLX сырой. Посмотрите, оказывается, что Сантроникс, именно вот эта модель двоечка и двадцатка, надо сказать, что двойка, которую вы сейчас видите, это просто такая же модель, где есть low-cut и pad, минус 10, а во всем остальном это одинаковый микрофон, то же самое. Ну и потом троечку мы с вами коснемся. Так вот он сказал, смотри, Сань, можно ведь не платить тысячу долларов, можно ведь взять вот за данном случае это 279, это та старшая модель, ну в 200, да, можно войти и в пять раз сэкономить. Мы же все в странах СНГ хотим экономить, и, к слову, именно в странах СНГ эта компания свои микрофоны почему-то не довозила, но зато, давайте погрузимся в историю, с 2005 года работает компания, зато вот этот вот улыбчивый мужчинка, это Тревор Колей, собственно, создатель, дизайнер, да, ну, руководитель Сантроникс. Во главе каждой компании, такой, знаете, которую мы рассматриваем, всегда есть какая-то движущая сила. Человек, который сказал, давайте будем делать микрофон, и вот в 2005 году компания открылась, и своей целью компания ставила, внимание, вы где-то это уже слышали, вы где-то это уже видели, S и Electronics очень похожи, 2200, 2300, если хотите, просто этот более массивный такой, более тяжелый. И вот он решил делать микрофоны просто за доступную цену, это то же самое, что Warm Audio, это то же самое, что S и Electronics, это практически так же, как и Льюит, с Льюитом они пересекаются в том, что это еще желание делать инновации. Про инновации сейчас поговорим, поговорим про плюсы, про минусы, про как бы сомнительные какие-то вещи, вот запомним, да, и смотрите, когда вы покупаете микрофоны от Suntronics, что бы вы не записывали, да, вы присоединяетесь к нашей семье с маленькой буквы, и вы становитесь частью чего-то очень специального. Спасибо вам за то, что вы погнали в путешествие с нами, и, к слову, сам Тревор пускается в путешествие. Я был в прошлом году в магазине, музыкальном магазине Белграда, столице Сербии, и там буквально в месяц мы разошлись, мне менеджер этого магазина рассказала, что к ним приезжал Тревор, привозил микрофоны, лично презентовал их, то есть, смотрите, глава компании не гнушается ездить по Европе, колесить и всем показывать свои микрофоны, то есть сделал такую презентажку. Вот, вот такой активный товарищ. И на самом деле Suntronics, как вы уже поняли, это британская компания, которая отшивается в Китае, и они у себя пишут на страничке, кстати, посмотрите, сколько наград у них, здесь есть Sound on Sound, смотрите, да, то есть Music Tech. Есть такие награды, есть, которые мы не знаем, а есть, которые на самом деле крутые. С 2005 года история, сейчас пройдемся. Так вот, это британское качество, а свои микрофоны, они в городе, в Dorset, то есть такая инжиниринговая служба, смотрите, да, и они уже на Abbey Road доставили, вот кто пользуется их микрофонами, то есть это, в принципе, вот на юге Англии взяли свое начало, но мне кажется, что, в принципе, правильный подход, это не везти микрофоны в Англию, проверять их на месте, а сначала их именно там, в Китае, где-то арендовать какой-нибудь сарайчик, быстренько пробивать их, смотреть, чтобы все было как надо, и уже везти тогда в Англию на параме. 2005 год, это старт как раз-таки продаж STC2, отца нашего сегодняшнего героя, а дальше пошли уже такие интересные микрофоны, посмотрите, которые по дизайну, ну, в принципе, да, и вот сам этот микрофон был представлен 2010, а тот пак, который мы сегодня будем рассматривать, пак 2012, это когда добавили шнур, добавили вот такой вот паук фирменный, добавили, то есть не китайский паук какой-то там, а свой, добавили поп-фильтр, сумочку, и все это вот отдали нам. И до сих пор компания движется, развивается, посмотрите, особенно вот эти микрофоны интересные, да, и они представлены довольно-таки широко на том, они стоят, они недешево, да, посмотрите, самое популярное сейчас у них корона, то есть такое под ретро что-то, но имеют, надо сказать, свой дизайн, хотя вот что-то сделает с палочкой, ничего. Ну вот, например, если посмотрим на такой микрофон, DM-1B, кажется, что это динамический, что ли, DM- это drum-майкрофон, это микрофон для барабанов, именно поэтому у него АЧХ такая сумасшедшая, сейчас посмотрим на АЧХ-шки. И мне очень понравилась АЧХ этого микрофона, ровный, со вздернутой верхушечкой, я посмотрел на аудио-тест-китчен, вот, кстати, смотрите, 3X, это такой же микрофон, только у которого еще и восьмерка, и круговая диаграмма направленности, все остальное тоже так же. Кстати, паука отлично держит все удары, только если по микрофону вот так вот будешь бомбить, будет слышно. Вы понимаете, что сейчас без обработки вы слышите микрофон как есть. Так вот, вот этот DM, посмотрите, я прям посмотрел, думаю, вау, это что такое? Нет, это барабанный. Вот, а Ария это самый идеальный микрофон с точки зрения АЧХ, и стоит она 1600, а на том они его предлагают, эту Арию. Посмотрите, какая закосарик, вау, круто. Да, вот это на самом деле можно рассматривать к покупке. То есть они сделали обрез, и это безумно круто. Вот все, что тебе надо на десятке, на двенашке, смотрите, абсолютно ровный будет сигнал, вы получите естественный звук. Я посмотрел тесты, просто отвал башки. Ну, кстати, не каждому заскочит. Так вот, на том они, если так пробежаться по их микрофонам, пожалуйста, дрампак, вы видите, да, во главе с этим микрофоном. Вот они, довольно-таки недорогие, подкастные микрофоны, кто слышал, кто в них работал, понравилось. И вот наш 3X-пак стоит такую цену. Два ST2 209, и Ария под косарю, как я уже говорил, и наш, где-то он внизу будет, в районе, там, 180-200. Ровно столько мне он и встал в том самом сербском магазине. Именно оттуда мне его притарабанили. Да, 184, но пока доставка, 40, это пока растаможка. Короче, на 200 мы договорились. Давайте сейчас по АЧХ пройдемся. Я посмотрел, я его раскрутил, про инновации, говоря про дизайн. Вообще претензий нет, прикольно, классно все. Монументально. А вот про инновацию, внутри этого микрофона, посмотрите, 16 милливольт. Вот сейчас, когда 16, вам уже должно броситься в глаза что-то, да? Там и, смотрите, уровень шума, они по-честному говорят 18, хотя микрофон, ну, ничем не громче, чем Rode MT1. Ну, то есть его, вот что называется, себя ты не слышишь, как самого микрофона. Просто поставил и все. Он очень тихий. Но они, честно, написали 16 милливольт на баскаль, 18 дБ по взвешенной А. Это все, друзья мои, внутри. Да, сделано все монументально, сделано на трансформаторе, но это MXL 2001, это T-Bone 450, это Alctron, это Nedi, это все вот это вот семейство шопсовских микрофонов. Ну, сделано просто в другом корпусе. Как бы классика. То есть это схема, которая известна с конца 90-х. 99-й год начали все китайцы их штамповать. И поэтому я не знаю, где здесь, в чем здесь были какие-то инновации. Но надо сказать, что старая, проверенная классика, звучит хорошо. Смотришь шутинги этого микрофона, все просто чудовненько, все просто замечательно. Реальные девочки звучат, и мальчики звучат. И в слепом там тесте, например, он обошел более дорогих соперников. Сегодня мы, кстати, на женском вокале сравним с роудом. И стак 45 я еще успел тогда записать. Микрофон вот лично у меня с такой, знаете, тяжелой судьбой. Я его купил, до сих пор никак не могу записать на него обзоры. Вот. И посмотрите, кстати, они приводят здесь АЧХ-шку его. Типа вздернутая такая здесь низиночка от 100 до 200. Но это не басит ни в коем случае. И вот такой вот здесь. Ну, не знаю, насколько это правда. Сам микрофон придуман в 2010-м. Его пак вышел в 2012-м году. Вот. И надо сказать, что звучит, мне он безумно напоминает ламповый. Вот видите, British Design World Class. Ламповый звук. У него конкретно надутый, раздутый, ламповый, трансформаторный звук, если хотите. Но сейчас посмотрим распаковку. Тут есть чем, как говорится, чему удивиться. Нас встречает брошюра. Это очень хороший маркетинговый ход. Когда ты видишь все микрофоны, на самом деле, там тебе рассказывается что, приводится ТТХ. Ты просто влюбляешься. Думаешь, так, следующим моим микрофоном непременно будет Сантроникс. Есть мануал. И есть описание того, как ты сейчас будешь взаимодействовать с Пауком. И сразу же тебя встречает большой поп-фильтр, на котором, как и на Роуд. Вообще, этот пэк очень сильно напоминает Роуден Т1. Изобразен логотип. Дальше нас встречает, на самом деле, тяжелый Паук. Паук весит ровно столько, сколько и микрофон. 600 граммов, друзья мои. И у него свой подвес под этот самый поп-фильтр. Они очень гордятся и вкладывают, к слову, запасные подвесы. Они очень гордятся тем, что у них есть свое расстояние до рта. То самое нужное. Кобелек. Кобелек нормальный, профессиональный. Да, он выглядит первоначально, как китавец, но мягенький, крутой. По-моему, там 3 метра. Достаточно для того, чтобы просто брать и работать. То есть сразу из коробки. Ну и сам микрофон в отдельной коробке. Но нас сначала встречает такой полукожаный, да, кожа молодого, диармати на кейс для хранения его. И, к слову, к чести сказать компании, внутри у него не просто какого-то шура там матерчатая штука, а довольно-таки мягкий, прикольный поролончик. Ну, опять-таки, это для тех, кто носит. Микрофон тяжелый, 600 граммов, повторюсь. Когда его берешь в руки, как говорится, маешь вещь. То есть что-то такое держит. И встречает тебе К67-й капсюль с латунной, вот этой вот боковиной, да, с прижимной. Ага, красиво все, круто, тяжело, монументально, мануфактурно. То есть он не оставляет равнодушным. Да, надо сказать, что в дизайне ребята разбираются. Ну что, теперь давайте подвешивать, слушать, стрелять по АЧХ. В общем, все, что мы любим. И слушать, как девочка спела в него. Есть что-то интересное в этом микрофоне. Прежде чем мы послушаем микрофон в сравнении, еще немного хочу заострить ваше внимание на пауке. Так сказать, жизнь этого паука. Смотрите, какое проклятие роуд, да, тут есть. Ну, на самом деле, по принципу роуд. Если ты микрофон вешаешь, как у меня сейчас висит, 90 градусов, то фактически вот эта конструкция становится бесполезной. Это как бы одна из особенностей. Есть большой плюс. Это вот эта большая классная ручка, поскольку вся эта конструкция безумно тяжелая. Повторюсь, 600 грамм микрофон, 600 грамм паук от него. Вдумайтесь только, да? Плюс еще вот эта вот балда, которая на самом деле железная, тоже, ну, еще и попфильд, который ничего не весит. Вот это вот очень сильно помогает. То есть раз, большое плечо, удобно крутить, без всяких приколов. Сейчас дойдем до резинок. А пока, смотрите, здесь такая вот конструкция, видите? Как бы составное колено. И вот на этот вот пунктель уже надевается попфильтр. Вот, и вот то самое расстояние, которым так гордится эта пачка сигарет в своей длинной, так сказать, части, которой гордится компания. Лично я скажу, что наличие такого паука, несмотря на плюсы, безусловно, самый большой плюс, это то, что резинки, смотрите, вот, они открывают, здесь все открыто сверху и меняются безумно легко. В отличие от того же, давайте кинем огород в дорогого нашего Ноймана, потому что у них, открываю страницу, паук под 87 Нойман стоит дороже, чем весь этот микрофон. Он даже стоит дороже, чем этот микрофон, а чем его старший брат с двумя капсулями. И примерно на 88 долларов дешевле стоит этот микрофон, чем паук от 103-го. Но вы же уже знаете, что паук от 103-го можно купить на Алиэкспрессе методом выбора паука для Сенхайзера МК-4. Вот, так что такие у меня новости. Справляется он со своей работой? Хорошо, отлично. Да, стойку, по стойке я сейчас стучу, стойку и ноги ловит, но очень не слышно вообще. В целом, конструкция сама, как подвешен капсюль, несмотря на то, что он там плотно закреплен, но вот это все работает. Мягкие. Я обожаю мягкие резиночки. Но давайте бросим и камень в этот огород. Я с этим пауком ничего не делал, в плане того, что у меня микрофон не висел в этом пауке на стойке. Он просто лежал. Паук отдельно, микрофон отдельно. Я не люблю такие пауки. Сейчас объясню, почему. Я его использовал даже больше вот в таком пауке. Вот это вот самый универсальный крутой паук. 20 долларов отдал на Алике и забыл. Поменял резинки мягкие. Все, гоняй. У этого парня прохудились родные резинки. Причем, ну то есть ему, да, где-то, наверное, с 8 месяцев. И уже резинки сами по себе в комплекте скопытились. Но, опять-таки, смотрите. Там ты должен отдать за паук больше, чем за этот весь комплект. А тут у тебя такой классный, богатый звук. Ламповый призвук. Не устану это повторять. Вот. Но вы посмотрели на паук. Здесь есть свои плюсы, здесь есть минусы. Я же скажу, что конкретно мне не нравится, когда в сумке у меня вот такие выпирающие части. Я хочу, как кучующий, например, звукорежиссер, хочу взять микрофон в кожаный кейс, в пакетик. Взять отдельно вот такой паук, который никуда не упирается, ничего не царапает. Потому что тебе к этому пауку для того, чтобы его самого не оцарапать. И для того, чтобы он, железякий, в первую очередь звуковую карту тебе не оцарапал. Потому что в сумке спортивной, в которой это все будет ехать, все это будет биться. И поэтому, ну, как бы такое себе полтора килограмма веса. Я считаю, что вот эти пауки с вот этими вот штуками, это, конечно же, это свое время. И это время, которое отжило. Честно. Когда я вижу, как вешается какой-нибудь там роуд пафосно, мне кажется, блин, ребята, вот, в китайский паук повесил. Это я к чему сейчас Айкман достал. Потому что мы сейчас его сравним сначала с Айкманом, потому что по характеру они очень похожи. Повесил аккуратненько, даже вот в этот вот стакан поставил, и все здесь будет стоять. И не надо ничего вот этого вот. То есть я считаю, что это вчерашний век. Сегодня уже гораздо есть поскромнее, попроще, но поэффективнее паучки. Ну, а теперь давайте с Айкманом послушаем лоб в лоб. Именно этот микрофонный шутинг будет являться хорошим упражнением для ваших ушей, для ваших ушек, наушников, для вашего мониторинга и для вашего мозга. Как вы будете воспринимать, сейчас буду стараться дать в каждом слове максимальное количество свистящих и шипящих звуков. Потому что именно там будет жить принципиальная, монументальная разница между этими двумя парнями. Хотя, who knows, who knows, возможно и низ будет у них довольно-таки хорошо отличаться. Итак, у нас парни, которые сейчас потребляют 35 дБ усиления. Фактически у них одинаковый гейн и одинаковая работа мембран. Вы можете послушать, насколько они налавливают, либо не налавливают комнату. И почему я подвесил именно этих парней еще? Это они одноклассники по цене. Фактически та же цена 200 долларов, 200 долларов. Только здесь у тебя 87-й в овечьей шкуре. То есть это все-таки восьмерка, это все-таки кардиоида и когда надо круг. А здесь у тебя такой TLM-103. То есть всего лишь кардиоида без всяких приколов. И вот тут нужно коснуться фамильного ряда. Это самый младшенький в серии. STC-20. Старший его брат это STC-2. Тот самый, который появился вместе с компанией в 2005 году. И самый старший брат, а может быть даже сестра, это STC-3X. То есть такой же парень, в таких же корпусах они производятся. Только там есть как раз-таки PET, минус 10, обрез низких частот и восьмерка, круг, кардиоида. Но там идет переплата. Ну, в принципе, по сравнению с Пауком Ноймановским, там никакая не переплата. Ты просто получаешь хороший, нормальный, прикольный, готовый по звуку микрофон. Вот я к чему говорю. В плане дикторства эти микрофоны потрясающие. Ты их всего лишь, я не знаю, компрессором поджимаешь. Что хочешь там. Ну, они крутятся легко, что первый, что второй. Даешь им лимитер, все, у тебя все становится на места. И хочешь пой, хочешь не пой. Сейчас послушаем еще как на женском вокале. Поэтому первым я решил подвесить 87-й Акман, потому что сейчас так 55-й я подам. И вы будете слышать, что такое более сдержанный такой микрофон плоский для неподготовленного уха. Для дилетанта, для того, который вот просто забежал. Сейчас первый раз увидел вообще мой канал и не понимает, в чем вся прелесть. 55-й будет скучный, тусклый микрофон. Но мы-то, владельцы этого микрофона, знаем, на что он способен. Итак, я поговорил. Давайте просто так что-нибудь типа. Слушайте, откуда-то вот из какого-то этого парня прямо упругая такая нижняя серединка прет. Напишите, что вы слушаете, а мы пока переключимся сразу же на так 55, а потом подведем спановые наши анализаторские итоги. Что такое так 55? Это 40 дБ усиления. И меня часто, говоря, улыбает, когда я слышу в комментариях, что ну так 55 вот я купил, и карта довольно-таки у меня слабая, чтобы раскачать. Ребят, 40 дБ, ну окститесь, 40 дБ, да так 55, отжалейте. И я вам скажу, что он вас отблагодарит. Но не обязательно 40 давать, ведь можно и тише. И он меньше наловит комнаты при этом. Вот, я не говорю, что этот парень сейчас сильно там что-то ловит. Вот, но вы знаете, что чем менее чувствительный микрофон, тем проще с ним оперировать. Особенно, так сказать, в нижних, да, пределах вашей карты. Но нет у вас 40, или вы чувствуете, что у вас шумы достаются. Ну пишите в 34, в 35. Вот, а пока вы слышите разницу, и тут уже для многих становится очевидно, что ага, так 55. Такой простой, простоледин, ну непростой внутри парень, непростой на постобработке. А здесь же уже такой готовый парадный прикольный звук, и возможно вы уже слышите какой-то флёр от него, да. Вот у меня вызывает этот микрофон такое ощущение, повторюсь ещё раз, в сотый раз на сегодня, в ламповости. Так 55 это абсолютно такой классный прямой пацан, который ты потом можешь выровнять, вырулить на любую частоту. И мы с вами уже смотрели ролик про Townsend Lab, ещё раз про него говорю. И там на самом деле, как это не грустно осознавать, глядя на всё-таки практически одинаковый АЧХ у Townsend Lab и у Santronics, но так 55, он гораздо меньше требует манипуляций для того, чтобы работать с Townsend Lab приложением. Всё уже звучит и работает. Итак, я не буду затягивать сегодняшний ролик, потому что нам ещё нужно послушать так 45, а у нас есть ещё архивные записи. Вот, и роут наш дорогой, который с 55 бьётся один к одному. Вот, и я всё ещё хочу записать тест поп-фильтров. Они у нас есть, разные, ветрозащиты. Мы с вами послушаем, посмотрим. Есть даже очень интересная ветрозащита в виде губки от микрофона Bayfeyli V5. Да, ну а пока давайте то же самое. Прямо между микрофонов что-нибудь спою вам. Вы услышите, уловите какую-то, наверное, разницу. Послушай, послушай, внимательно послушай. Замирает троллейбус в троллейбусном парке. Перепутал механик. Провода по запарке, наверное, я. Опа. Ну, так, 55-й, это такой пацан. Давайте отдельно поговорим. Пацан, который хочет быть заправленным в какой-нибудь паучок. К слову, видите, вот мне это больше импонирует, нежели какие-то закрутки. АКГ-шный подход. Здесь же пацан, который и сам по себе, он нормально бы чувствовался, если бы я его держал в руках. И в своем королевском пауке выглядит просто шикарно. Ну, вот честно скажу, это хоботовская история. Это реально вот то, что микрофон этот портит. Но сейчас самое время заглянуть под капот и посмотреть, что же там наловили. И какую картину в плане АЧХ мы с вами увидим за работу. Вот в таком виде вы найдете вавки. Посмотрите, покрутите, примите для себя решение. Передо мной SM10. Проводим промежуточный итог. Знаете, я хочу вот на чем порассуждать, пока открываю наш спан-анализатор. О том, что у нас появилась очень интересная тенденция. А именно, бросать со скалы все микрофоны, которые ярче, чем ТАК-55. Я понимаю, что лучше это враг хорошего. Появился ТАК-55, это на самом деле рынок, скажем так, лидер рынка. И он подстраивает под себя. Но это не значит, что мы должны взять и выбросить все другие микрофоны. Как накинулись на этот бедный BF-L V5. Хотя как бы тоже там есть свое зерно. А микрофон отличный, микрофон прикольный. Но теперь, знаете, ну простите, полгода назад многие из нас еще жопу газетой вытирали. А сегодня это профессоры микрофоностроения. Послушали где-то в метро в капельках. Вот, V5, ерунда, звучит, там не буду говорить как что. Ну то есть, absolutely. Вот у меня сейчас информация для тех, кто хочет купить себе. Давайте посмотрим. Вот он с Айкманом 87. В принципе, что требовалось доказать. Если вы хотите себе яркий микрофон, но не сыпучий, как Rode NTK, K2 и иже с ними. Классик, Классик 2. Вот все, что кроме NT1, последнего там Black, пятого поколения и Signature. Все остальные Rode это сыпучие. Петлички хорошие. Пушки отличные. Студийные микрофоны, ну хреново они делают. Вы вспомните, когда еще у Сани, звукаря Bambit, не было 100 тысяч подписчиков. Он еще раскручивал свой NT2 или NT2000. Один хрен. Думал, что это у него корпус звенит. Подзвучивал там. Это особенность микрофонов. Вот вам. Хотите ламповый микрофон? Вот вам ламповый звук. STC20. Пожалуйста. Примочили чем-нибудь и отлично пошло. Да, Айкман. Вот здесь просто полочка. Просто полка. Хотя Айкман это тоже парень яркий. Сейчас мы будем еще смотреть. Вот тут. Это у меня сонг. Такой вокал у меня получился. Вот на вокале еще больше даже натянуло. Я взял кусочек, но я там пел не слишком высоко. Вот. И у нас на тесте на женском будет 45. А сейчас пока у нас давайте с 55 посмотрим. Прикинем, да? Вот. Здесь полка, кстати, практически очень похожа. Очень там вот Айкман сыграл очень хорошо. Вот. Но, видите, Айкман будет чуть подороже. Айкман по цене вот именно как наше STC20 сыграет. Тоже полка. По большому счету, да, многие микрофоны... Там правы те, кто говорят, да блин, микрофоны все одинаковые. Не хочешь, закрутил. Я топлю за то, что не то, что микрофоны все одинаковые. Если у вас карточка SDSP, вы можете что-то делать поярче, а что-то делать потемнее, если хотите. Вот. Как вам этот звук? SM10 тоже, по-моему, отличный. Вот если взять лидеры рынка, то спасибо АКГ, спасибо АКГ, открыли нам Такстар. И Льюи тоже спасибо. Там отдельная ветка. За свои деньги все-таки Такстар, видите? Ну, как бы никто ее не может. Но у нас сейчас идет не выяснение там победителя, ни драка, ни рестлинг. И, пожалуйста, качайте вавки, примачивайте, слушайте. Я имею в виду, накладывайте компрессоры. Скрутите. Ведь верхушечки это не самое главное, что есть. И вообще АЧХ не самое главное, что есть в микрофоне. Просто меня часто пинают, что раз я рассматриваю АЧХ, значит, я только в АЧХ уперся. Нет, отнюдь. Транзиенты, подкрашиваемость, вот это все так же вкупо играет. И общий вайб от микрофона это тоже играет. Даже та же сеточка иногда подыгрывает. Ну, наличие там транса, да, где-то для кого-то важно, для кого-то нет. Ну, теперь давайте все-таки к женским вокалам перейдем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот они наши женские тесты. И смотрите, здесь еще писался стак 45-м, когда он у меня был. Открываем анализ, смотрим. Вы можете скачать вавки на Boosty, зайти, посмотреть. Так, 45 относительно 55-го. Но вот здесь на женском вокале здесь все будет вести себя абсолютно по-другому. Вы уже видите, какой рисунок, да, у нашей вокалистки, у Фионы. Смотрите, да, он где-то вот от 240-250 только начинается весь голос. Вот, пошло. Да, и давайте, ну, пока не будем трогать громкость. У нее здесь такой интересный провал разделения. И голос верхушечный, и, пожалуй, вот это вот то, что мы сейчас насмотрели, это всего лишь ее буква S. Это не влияние на звук. То есть, как это ни странно, но относительно яркий микрофон с 45-м сыграл практически в одинаковую. То есть, только вы должны услышать на вокале, может быть, какие-то призвуки вы наслушаете, хотя вряд ли, но вы должны слышать ее S-ки. Вот где-то она говорит S, там у нее будет эта разница. И теперь тут же мы посмотрим 5-е поколение. А 5-е поколение это звук так 55-го. Вот в чем уникальность здесь будет. И здесь, ну, возможно, я это как бы отношу на моменте все-таки сравнения, да, кто не застрахован, но почему-то у нас как бы 5-й оказался по басовите. Здесь внизу, в нижней области, гораздо больше тела, скажем так. Интересно, услышите ли вы, а напишите, пожалуйста, вот 700-800. Там нисколько тела, но потому что тело у нас живет в районе вот 500-600. Ну, допустим, пускай будет. И та же верхушечка, которую мы видим. То есть это не вокал, это даже буквы S, потому что весь вокал у нее укладывается в пятерку, вот сюда вот, когда она поет. Теперь надо делать выводы. И хочу сказать, что Santronics это фирма, которая заслуживает внимания. Да, она не дешевая, как могла бы быть, если бы была бы целиком китайская. Но тут мозги как бы сидят в Англии, а делают в Китае, понимаете? И причем они еще сохраняют те самые старые технологии, где можно взять и, например, сказать, вот мне STC-20, мне не нравится его верхушечка. Вы пойдете, там человечек специально выпает один компонент. Здесь такого сделать нельзя, SM-10. И в TAC-55 нельзя, там если что-то сгорит, то там поменять будет очень сложно, потому что здесь аналоговая вся схема предусиления в STC-20. Он вам поменяет пикофарады, и у вас будет микрофон со звуком а-ля Neumann 67. То есть ровненький, не будет такого вздернутого верха. Еще посмотрите, как этот микрофон участвовал в, собственно, в той цели, для которой я его покупал, потому что я не хочу это видео растягивать. Это L22 Townsend Lab, теперь это Universal Audio, Sphere LX, программа, то есть модуляция, и он там тоже выступил хорошо. То есть микрофон сбитый, микрофон для тех, кто хочет лампу, но не хочет ламповые геморрои, я его крайне рекомендую. Для озвучки сразу же дает тебе готовый открытый голос, без обработки, накинул компрессор, все, сдавай. Кстати, недавно точно так же сводил один такой большой подкаст, я просто накинул компрессор, убрал весь шум, лимитер и отдал. Я считаю, что если микрофон вот так работает, где не нужно бегать и искать какие-то там резонансы, упаси Господь, это не резонансы, это голос, это комната, это какие-то проблемы там в карте, но не микрофон. Редко когда микрофон, давайте не будем исключать, жизнь такая штука. Поэтому STC20, он такой, знаете, вот для меня, как такой какой-то ретро, наверное, винтажный микрофон, хотя парень относительно новый, относительно свежий, но имеет свою историю и, ну, редкая, редкая модель. С вами был Александр Спирит, увидимся, услышимся, будут новые микрофоны, будут новые испытания, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok